Проверяем, как у нас ведет себя фосфоги в природной среде. То есть это сейчас вообще перспективное направление. И мы планируем это здесь развивать, потому что у нас уже первые шаги к этому есть. То есть планируем выращивать различные растения, которые впоследствии будут показываться, как фосфоги сведет себя в земле. Студенты и преподаватели Поволжского колледжа технологий и менеджмента осматривают новое оборудование, которое появилось в учебных аудиториях. Оно поможет укреплять теоретические знания практическими навыками, которые необходимы будущим специалистам. Раньше не было такой именно лаборатории. И вот то, как все устроено, нам это все рассказывали на видео, на фото и так вживую. Но сейчас все равно совершенно другой уровень. Эти уникальные лаборатории создавались при поддержке Фосагра. Компания выделила на проект 26 миллионов рублей. Химики хотели к 1 сентября сделать подарок студентам и слово свое сдержали. Теперь на новом оборудовании в просторных и светлых классах будут заниматься аппаратчики и лаборанты. Специалисты, которые очень нужны Балаковскому филиалу АО «Апатит». У нас группа аппаратчиков не выпускалась с 2013 года. И в прошлом году мы сделали первый шаг, когда набрали первую группу. Ребята приезжают к нам на предприятие. Они общаются с нашими работниками. Мы повышаем стажировку преподавателей. Они выходят на места для того, чтобы в дальнейшем могли уже ребятам рассказывать, что и как есть. Это неотъемлемая практика. Без нее никуда. Одна из новых лабораторий – производство удобрений в миниатюре. Здесь собраны рабочие модели установок, которые действуют в цехах предприятия. Смесители и теплообменники, насосы, реакторы и даже барабан, гранулятор, сушилка. Изучая с их помощью производственные процессы, будущие аппаратчики смогут лучше понять технологию, почувствовать себя частью заводского коллектива и легче освоиться на работе. Все оборудование будет знакомым. Здесь могут использоваться любые виды удобрений, либо кормовые фосфаты. То есть, у нас засыпается продукт, затем запускается воздух и сушится продукт. А уже высушенный продукт попадает в контейнер. То есть, данная установка чем хороша, то есть, это полностью имитация барабана гранулятор-сушилки, которая установлена в ЦФУ и СМС, которая позволяет сушить продукт. Вместе с почетными гостями обновленные лаборатории с интересом осматривают студенты. Михаил Щербак – второкурсник. В его семье химиков не было никогда, он первый. Говорит, что всегда чувствовал тягу к формулам, молекулам и реакциям веществ. И потому выбор профессии очевиден, как и желание работать на предприятии Фосагра. Знаю много о предприятии, потому что и на первом курсе мы там часто бывали, и до этого наслышан о нём. Это передовое предприятие, в первую очередь, для всей России. По соседству с аппаратчиками мастерство будут оттачивать лаборанты. В классе уже проведён ремонт, и совсем скоро появится новое оборудование. Это всеразличные здесь и микроскопы, и мойки, и сушильные шкафы. Всё то химическое оборудование, которое есть на производстве. Директор колледжа Дмитрий Дмитриев радости за своих подопечных не скрывает. Говорит, что в учебном заведении всего 30% занятий – теория, остальные часы – практика. И чем современнее будет оборудование, тем выше интерес ребят к профессии и результат обучения. На наш общий взгляд практика всегда должна превалировать над теорией. Полностью корпоративных проектов у нас пока в области никто не реализовывал. Мы в этом плане являемся первопроходцами. Спасибо Балаковскому филиалу, что нас поддержали и увидели в нас ту образовательную организацию, которая готова помочь им в подготовке кадров. В следующем году колледж и химики будут совместно работать уже в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Тогда на развитие материально-технической базы образовательного учреждения из федерального регионального бюджетов и средства компании «Фосагра» будут направлены в общей сложности 120 миллионов рублей.